В эфире новости в студии Ана Чугунова. Здравствуйте. События, факты, комментарии. Говорим о главном к этому часу. В области продолжается весенний паводок, угроза подтопления жилых домов отсутствует, жизнеобеспечение населения не нарушено. Эта информация прозвучала на совещании регионального правительства. На Оке и Клязьме уровень воды незначительно увеличивается, но в целом подъем не достигает опасных отметок. Все еще частично подтоплены дороги в Визняковском и Муромском районах. Сохраняется риск дальнейшего подтопления при усадебных участках в Коврове и поселке Мстера. Принятые меры позволяют не допускать возникновения чрезвычайных ситуаций. Александр Авдеев обратил внимание на ситуацию с домом в Меленковском районе. Он был разрушен водой. Строение узаконено решением суда, но люди пренебрегли своей безопасностью. Губернатор попросил профильное министерство и главу Меленковского района разобраться в причинах произошедшего, чтобы избежать подобного в дальнейшем. Жителям региона вновь предлагают выбрать, какие из общественных территорий благоустроить в следующем году. Онлайн-голосование продлится до 31 мая. Во Владимире в список вошли шесть скверов и историческая часть улицы Девическая. Еще в восьми городах региона с объектами уже определились, теперь там выбирают варианты дизайн-проектов. Об этом рассказала министр ЖКХ области Елена Семенова. Предпочтение свое отдать можно за тремя способами. Это на сайте 33.городсреда.ру, авторизировавшиеся свои учетные записи на портале госуслуги, через виджеты общественного голосования госуслуги «Решай вместе», размещенных на сайтах муниципальных образованиях и органов власти и с помощью волонтеров через специальные предложения. Свой голос за новые варианты благоустройства Владимире уже отдали более 5000 жителей. При этом в правительстве заверили, если количество голосов перевалит за 45 тысяч, благоустроят не только выбранный объект. Как минимум начнут работы в точках, занявшие второе и третье места. По итогам прошлого голосования основные работы в этом году пройдут на площади Победы и начнутся в сквере на Гвардейской улице в Юревце. Как правило, выделяется сумма, допустим, у Владимира это порядка 106 миллионов куплей по комфортной городской среде. И плюсом еще в прошлом году были выделены дополнительные средства из областного бюджета, также городу Владимиру на благоустройство. И при проведении торгов образуется экономия, которая также направляется на объекты благоустройства. Идея президента Владимира Путина привлекать жителей к принятию решений о благоустройстве пользуется широкой поддержкой во всей стране. Это отметил наш губернатор Александр Авдеев. Всем хочется видеть любимые улицы, парки и скверы красивыми и ухоженными. Какие объекты могут благоустроить в Покрове, расскажем прямо сейчас. Улица третьего интернационала 37А. Раньше на этой территории находился аварийный дом. Людей расселили, здание снесли. Место в запустении. По проекту здесь планируют создать сквер Победы. Рядом школа номер один. Руководство учебного заведения уверено, необходимо благоустроить эту территорию. Мы предлагали много раз, чтобы этот участок был зеленой зоной, чтобы была возможность учеников здесь отдыхать. И в то же время нам бы очень хотелось, чтобы эта зона носила патриотическую направленность. Поскольку у нас памятник скорбящей мать находится через дорогу, и нам принимать участие в акциях различных очень сложно. Территорию планируют изеленить, обустроить современные пешеходные дорожки, а также предусмотреть небольшую зону отдыха и систему освещения. Недалеко еще одно образовательное учреждение – детская школа искусств. Место пользуется большой популярностью не только у взрослого населения, но и у молодежи. Как минимум некрасиво, когда напротив школы какой-то непонятный полисадник вырубленный. Можно там деревья, кустики красивые, тропинки поставить, сделать лавочки, облагородить территорию, чтобы школьникам было красиво, приятно смотреть из окна. И родителям было приятно ждать детей своих со школы с колясками и так далее. А это знаменитый Яблоневый сад – излюбленное место горожан. Здесь любят гулять мамы с колясками, да и просто хорошо отдохнуть на скамейках. По проекту здесь планируют отремонтировать тротуар. Важная задача – сохранить зеленые насаждения. Функционал ее, думаю, сохранится такой, какой он есть. То есть это территория для спокойного отдыха. Будут спланированы дорожки, высажены деревья. В обязательном порядке территория будет более освещенной. Ну, соответственно, замена лавок на более современные. Еще одна территория, которую планируют благоустроить, расположена рядом со средней школой номер два. Сейчас она больше напоминает лесополосу. Здесь планируют организовать небольшой сквер. Мы увидим, что территория достаточно вытянутая. И функционал, который у нас предполагается здесь для использования – это спортивные зоны и детская площадка. Покров присоединился к федеральной программе четыре года назад. За это время в городе построены четыре детских площадки и две спортивные зоны. В администрации уверены, данная программа – хорошее подспорье для любого муниципалитета. А главное, что благоустроить, решают сами жители. Если бы не было этой программы, то мы бы только наводили и поддерживали порядок. Но не хватало бы средств местного бюджета на масштабное приведение их в соответствие к тем желаниям, которые есть у жителей, есть у нас эти желания. Отдать свой голос за понравившийся объект можно на специальном сайте. Регистрация проходит через портал госуслуги. Голосование завершится 31 мая. На сегодняшний день в Покрове лидирует территория рядом со школой номер один. За этот объект проголосовали 42 человека – Игорь Липский и Евгений Адамов. К другим новостям. Более трех с половиной тысяч вакансий представили работодатели Владимирской области на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Заместитель губернатора Константин Баранов отметил, что наша область – это динамично развивающийся регион, который нуждается в квалифицированных кадрах. Ярмарка трудоустройства объединила работодатели и учебные заведения. В них проводились мастер-классы, а работодатели отвечали на вопросы. Региональный этап ярмарки прошел во всех муниципальных образованиях. В нем приняли участие четыре с половиной тысячи соискателей самых разных вакансий. Следующий этап – федеральный. Он пройдет в июне как в очном, так и в онлайн-формате. Одна из главных задач – предложить интересную работу молодым людям, чтобы они не уезжали из Владимирской области. Вот финальный конкурс 23 июня, он покажет интенсивную работу. Мы очень надеемся, и я уверен, что большинство молодых людей выберут те направления, которые у нас есть. У нас есть интересные, новые направления в производстве, промышленности, в социальной сфере, в здравоохранении. Поэтому, я думаю, что это будет очень интересное мероприятие для молодых людей. Отличного успеха к развитию системы образования нашей страны. Конкурс флагмана образования президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это уникальный шанс для молодых педагогов, управленцев и студентов реализовать свои творческие и профессиональные способности. Прием заявок уже начался. Подробности далее. В России стартовала заявочная кампания на участие в профессиональном конкурсе «Флагмана образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится в рамках года педагога и наставника при поддержке Минпросвещения России. Здорово, что сегодня это уже совместный проект РСВ, Министерство просвещения, Министерство образования. Активно подключились коллеги из Министерства культуры и Министерства спорта. Мы этот конкурс делаем как кадровый резерв для системы образования. Договорились с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым, что помимо участия в конкурсе будет возможность программы повышения квалификации и переподготовки управленцев. Большое количество участников стали частью экосистемы «Россия – страна возможностей». Объединились сплоченные сообщества единомышленников. «Флагманы образования» – это ресурс для профессионального развития и карьерного роста управленцев в сфере образования. Талантливых педагогов и перспективных студентов не младше 18 лет. Участие в конкурсе индивидуальное. В конкурсанты пройдут обучающие семинары и тренинги. «Для меня конкурс «Флагманы образования» – это шанс попробовать себя в разных ролях – в качестве участника, в качестве эксперта, в качестве слушателя классных и полезных мастер-классов». Финалисты и победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Регистрируйтесь на сайте проекта «Флагманы образования». Во Владимире проходит масштабное соревнование спасателей. Представители 18 областей Центрального федерального округа выясняют, чья команда лучшая. Показать себя нужно на аварийно-спасательных работах. Задача – ликвидировать чрезвычайную ситуацию в результате ДТП. По легенде, людей зажало в покорежном автомобиле. Такие случаи – не редкость. За год подобные вызовы в МЧС принимают более 400 раз. «Так же, как и пожар одинаковых ДТП, не бывает. Всегда бывают разные ситуации. Где-то необходимо смыв горючих жидкостей ЛВЖ и ГЖ, где-то необходимо оказание помощи пострадавшим, если они не заблокированы в поврежденном транспортном средстве. Где-то необходимо оказание пострадавшим с применением механизированного аварийно-спасательного инструмента гидравлического или электрического, то есть в зависимости от уровня оснащения подразделений. Где-то в обязательном, скорее всего, порядке – это оказание и психологической, и первой помощи». Показательное выступление состоится завтра у одного из торговых центров. Будет работать выставка пожарной техники. Осмотреть ее и сфотографироваться можно снаружи и изнутри. Также желающим дадут примерить боевую одежду пожарного, научат обращаться с огнетушителем. Владимирский планетарий послезавтра отпразднует 35-летие организации ветеранов космодрома Байконур. На торжества приглашены представители правительства Владимирской области и администрации города Владимира. Ожидается участие Центра подготовки космонавтов. Владимирский планетарий практически является штаб-квартира общественной организации ветеранов Байконура. Стали традиционными апрельские встречи с ветеранами легендарного космодрома. Ни одна памятная космическая дата не остается без внимания. Это и день космонавтики, и дата основания Байконура, и первый выход человека в космос. Ветераны Байконура во главе с Михаилом Яшуковым оказывают большую помощь в развитии Владимирского планетария. В этом году откроется новая экспозиция, посвященная вкладу военно-промышленного комплекса страны в развитии мировой космонавтики. В нее войдут документы, макета космических аппаратов и другие уникальные экспонаты. О спорте. Владимирские клубы продолжают игры первенства России по футболу. Торпеда сыграла в подмосковном Красногорске с клубом «Зоркий». Черно-белые сразу начали доминировать в атаке. «Зоркий» больше полагался на оборону и контур наступление. Одно из них помогло открыть счет. На восьмой минуте торпедовцы пропустили в свои ворота первый мяч, но продолжили атаковать. И на тридцать седьмой минуте сравняли счет. Мы сразу видим, что сразу три игрока вокруг него столпились и можно головой замыкать этот на без, что и делает Дэнни Далиев. А далее ни одна из команд не смогла выйти вперед. Счет так и остался ничейным. 1-1. Главный тренер торпеды недоволен результатом. Первые две игры мы не были довольны игрой, но были довольны результатом. И сегодня с ребятами, когда на установке разговаривали, я говорю, ребят, самое важное нам сейчас не с кем играть, а как играть. Нам нужно срочно возвращать ту игру, в которую мы можем играть. Короткий и средний пас в высоком темпе. А сегодня получилось наоборот. Качество игры довольное. Но не выиграли. А футбольный клуб «Муром» провел гостевой матч против питерской звезды. В первом тайме наши земляки завладели инициативой и забили сразу два мяча. После перерыва хозяи выход играли, но муромляне сумели забить еще один гол. Он оказался победным. С такой командой играть в открытый футбол понимали, что сложно будет. Тем более, что у нас с составом проблемы все эти три игры. Первые после рестарта. И поэтому мы сыграли так прагматично, так будем говорить, зная свои сильные качества, быстрые ответные атаки, которые завершаем или стандартом, или ударом. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересные истории, вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а мои коллеги подведут итоги этого дня ровно в 19.00. Дальше.